Армения считает, что пора установить дипломатические отношения с Турцией, сообщил глава внешнеполитического ведомства Арарат Мерзаян. Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы, — сказал он. Мерзаян уточнил, что у Армении и Турции есть договоренности, которые касаются открытии границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами. Заявление ожидаемое, но не опирающееся на существующие реалии. Да, 18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган во время телефонного разговора отметили политическую волю к полной и безусловной нормализации отношений между странами. Они также заявили о важности продолжения встреч представителей Армении и Турции. Более того, Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии справедливости и развития ПРС, коснулся признания Армении государства Палестина. Он, в частности, сказал, мы хотим, чтобы проявленная по совести позиция Норвегии, Ирландии и Словении послужила примером для всей Европы. Мы выражаем удовлетворение решением Армении под руководством уважаемого премьер-министра Пашиняна признать государство Палестина. И это заявление Эрдогана, на первый взгляд, вроде бы должно свидетельствовать о том, что появляется все больше точек соприкосновения между Анкарей и Ереваном. Но в реальности все обстоит вовсе не так. Дело в том, что Ереван рассматривает процессы Армения-Азербайджан и Армения-Турция как отдельный и отличающийся друг от друга направление. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Раармен Григорян в ходе форума Апри-2024 под названием «Строем будущее», комментируя звучащее мнение о том, что Турция не будет нормализовывать отношения с Арменией, пока Ереван и Баку не достигнут соглашения. Мы видим оба процесса в разных направлениях. Есть отношения Армения-Азербайджан и отношения Армения-Турция. Мы работаем над ними разными способами. Да, может быть какая-то взаимосвязь. Но наш подход следующий, если нужно решить две сложные формулы, и вы их объедините, то найти решение будет сложнее. Поэтому их нужно разделить. Наше понимание и подход таковы, что у нас есть два разных направления, сказал Григорян. Перед нами ярчайший пример того, что можно назвать или запредельной наивностью, или намеренным введением в заблуждение собственную общественность. Стоит напомнить Арарату Мирзаяну и Армену Григорину о том, что есть подписанная президентами Азербайджана и Турции Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской республикой и Турецкой республикой. И там черным по белому написано про необходимость взаимной координации деятельности в региональных и международных стратегических вопросах, представляющих общий интерес. Но это еще не все. Стороны, подчеркивая, что необоснованные притязания Армении против Турции, попытки искажения истории и политизации исторических фактов путем их искажения наносят ущерб миру и стабильности в регионе, решительно поддерживают в этом контексте усилия Турции, открывшей свои архивы в связи с событиями 1915 года, направленные на открытие архивов в Армении и других странах и проведение историками исследований на эту тему, говорится в Шушинской декларации. Как видим, позиции Баку и Анкары по вопросу необоснованных претензий Армении не просто идентичны, но и официально, документально оформлены. И одного этого факта достаточно, чтобы понять, сколь наивны или продуманы лживы попытки представителей официального Еревана представить дело так, что Армении удастся договориться с Турцией в обход Азербайджана. Нет, я понимаю, почему такого рода идея вообще появилась у руководителей Армении. Ведь эта страна демонстрирует поразительное шарахание из одной крайности в иную. Армения, выступая за создание государства Палестина, пытается заручиться поддержкой мусульманского, арабского мира. При этом Армения активно заявляет о стремлении стать частью Евросоюза. Об этом во время своего визита в Латвию заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян. Но Армения, продолжая попытки усидеть сразу на нескольких стульях, остается членом ЕАЭС, извлекая из этого немалую экономическую выгоду. Учитывая все эти метания официального Еревана, даже как ты не особо удивляешься тому, что озвучивают его представители по поводу перспектив восстановления армяно-турецких отношений. Реальность же, как это не раз бывало, находится в огромном отдалении от галлюцинации официального Еревана. Представителям которого не воздух сотрясать нужно, а вносить изменения в Конституцию Армении. Дело в том, что в Декларации независимости, на которую ссылается преамбула нынешней армянской Конституции, говорится о принятом в 1989 году решении об объединении Армении и Нагорного Карабаха. А это значит, что нынешняя Конституция Армении может дать повод силам, помышляющим о реванше в будущем, выступить с территориальными претензиями к Азербайджану. Также в Армянской Конституции указано, что Ереван будет добиваться признания геноцида армян, что означает предъявление обвинений Турции. Как бы совершенно очевидно, что без изменений в Конституцию Армении ни о каком мирном договоре с Азербайджаном, как и об установлении дипломатических отношений с Турцией речи быть не может. Сомневающимся в Ереване стоит напомнить о судьбе Цурихских протоколов, которые стали венцом провалившегося в итоге процесса по нормализации армяно-турецких отношений без учета интересов Азербайджана. А ведь эти протоколы были написаны до вступления в силу Шушинской декларации, в которой все четко и конкретно указано. Так что представители официального Еревана могут сколько угодно говорить о своих планах, но реальностью они станут только после выполнения Армении всех обоснованных требований Азербайджана.